Как и когда должны пройти дебаты? Нынешний президент Петр Порошенко хочет провести дебаты 14 апреля. Другой кандидат, шоумен Владимир Зеленский, предлагает встретиться 19 апреля. А вот как по закону разъяснили Центр избирком и общественный вещатель? Подробности смотрите далее. Стадион так стадион, но без ущерба студийному времени. Это общее заявление Центра избиркома и общественного вещателя Украины. Там сообщили, официальные дебаты прописаны в законодательстве и должны пройти накануне Дня тишины в телестудии и руководствоваться основными принципами. Во-первых, это не заангажированная компания. У нас есть общественный вещатель, который отвечает за их проведение. Второе, они должны быть все доступны. Это значит, все могут их транслировать. Третье, четкая структура, то есть отведенный тайминг на вопросы и ответы, чтобы кандидаты могли донести до избирателя свои базовые принципы. И четвертое, это недопустимость агитационной символики в зале и студии. Кандидатам не запрещено сойтись в словесной схватке на Олимпийском. Однако это будет считаться отдельным шоу. Оплачиваться за счет предвыборной кампании и проводиться по договоренности между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Официальные же дебаты на общественном пройдут независимо от присутствия кандидатов. Будет готова студия, модератор, все будет готово. Если кандидаты не явятся, будет бегущая строка в соответствии с постановлением. Извините, кандидат такой-то не пришел на дебаты. Дебаты о дебатах между кандидатами начались в ночь после первого тура выборов. Приглашение озвучил Петр Порошенко. В штабе Владимира Зеленского заявили, не уверены, что дебаты нужны. Тогда украинцы запустили флешмоб в соцсетях «Хочу видеть дебаты». После этого кандидат снял видеоролик, согласился на встречу, но с рядом условий. Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире. Все журналисты имеют право присутствовать. Также Зеленский потребовал медицинскую экспертизу. Порошенко на условия согласился. Пригласил оппонента сдать анализы в медпункте Олимпийского и сделал это сам. Я сразу же дал разрешение на проведение исследований. Я бы внес изменения в законодательство и сделал процедуру обязательной, потому что вопрос об отсутствии нарко- и алкогольной зависимости – это вопрос национальной безопасности. Зеленский отправился в частную клинику. Сдал кровь. Все крови из меня выкачали. Но, слава богу, во мне ее много. Кровь молодая, мы все посмотрим. Через три дня на глубокий анализ, через три дня мы получаем результат. В прошлое воскресенье действующий президент заявил, готов к дебатам на стадионе 14 апреля, а 19-го в студии общественного. Зеленский ответил, к дебатам готов только 19 апреля и только на стадионе. Любовь Задорожная, Максим Градобик, ЮЭТВ.